Приветствую всех в школе Джобса. Меня зовут Достон. Хорошо, это у нас уже 12 урок, в котором мы с вами поговорим о времени present perfect. Да, у многих это время выражает просто какой-то взрыв мозга, и многие, да, его не понимают. Давайте сразу, чтобы вам было легче понять, я приведу пример. I've broken my arm. Как это переводится? Я сломал руку. Я сломал руку, да? То есть, получается, я в прошлом его руку сломал, и в настоящем видим какой-либо результат, да? То есть, гипс или сломанная рука. То есть, да, это произошло в прошлом, но в настоящем видим какой-либо результат. Хорошо, и давайте попробуем построить предложение. Для этого нам понадобится, как всегда, субъект. Здесь у нас вспомогательный глагол have, а с этими местоименями have изменяется на has. Дальше у нас идет глагол в третьей форме. То есть, помните, мы с вами в past simple проходили, что есть также вторая форма, например, eat, ate, eaten, да? Например, скажем, здесь мы должны использовать именно третью форму, например, eaten. Ну, если, это, конечно же, если глагол неправильный. Если же он правильный, просто в конце ставим букву ed, да? Например, work. Worked, да? И дальше object, это вещь. Давайте скажем, я сделала работу, Автоном. I have done this work. Нет. I have done this work. Нет, почему has? I have done my work. Да, я сделал работу. Он сделал работу. He has done his work. Worked. Они сделали свою работу. They have done their work. Они сделали работу. Хорошо, а что, если мы составим вопрос? Давайте быстренько вопрос. Как мы составляем чаще всего вопрос? С помогательным вопросом. Да, вспомогательным вопросом. Have должен перейти в начало. Они сделали работу? Спасибо. Отделили данную. Have they done the work? Они сделали работу? Ты спрашиваешь, да? То есть, они выполнили работу. Хорошо, с этим все предельно понятно. И, конечно же, есть у нас отрицание. И вот отрицание у нас идет после have not. I haven't. Или да? I have not. Ты не сделал работу. You haven't done the work. Да, ты не сделал работу. Ладно, давайте, если мы начали уже о past simple, давайте сравним это время. Present simple. Ah, нет. Present perfect. Past simple. Так, когда мы используем past simple? В прошедшем. В прошедшем. В прошедшем какое-то действие, которое было в прошлом, да? А present perfect? В настоящем, которое уже... Завершенное действие в настоящем, да? Связано с настоящим. Например, скажем, Владимир потерял свои туфли. Как это сказать? Владимир? Lost his shoes. So, he can find it. То есть, недавно потерял его, да? He is looking for his shoes. Он ищет. Look for. Это... Да, искать. Look for. Что-то искать. He is looking for his shoes. То есть, он сейчас их ищет. Он их не может найти. He has lost it, да? Lost. Хорошо. Да, конечно же, это будет has, да? He has lost his shoes. He has lost. He has lost. Он их потерял. Хорошо. Lost, да, также нейтральный глагол. То есть, да, как мы сказали, present perfect выражает какое-то действие, которое произошло недавно, но до сих пор как бы... Да, да, да. Произошло в прошлом, но до сих пор оно есть, да? Да, как бы, да? Ну, может, произошло это пять минут назад или, там, часом ранее. А если мы скажем, Владимир потерял свои туфли, то есть, это уже всё, он потерял их и не смог найти. Что мы здесь должны сказать? He? Нет, он их уже потерял в прошлом. Всё. He? He lost. Да. He lost. He shoes. То есть, всё это действие произошло в прошлом и так же закончилось. Так же, да? Это, конечно же, past simple. Но, скажем, что он нашёл их. Как это сказать? Now he has found it. But, no, he has found it. Видите, да, разницу? То есть, он их потерял, можем здесь, да, сказать. Здесь он их в прошлом потерял, не мог найти, но неожиданно он их нашёл, наконец-то. Вот. But now, да, вот это я заполнял. Но сейчас, это у нас, какое? Now, то есть, прямо сейчас он их нашёл. Да, в данный момент. Да, в данный момент он их нашёл. Да, то есть, если что-то происходит, если что-то произошло недавно, есть какой-то результат, вы можете использовать present perfect, да? Этим он и хорош. То есть, смотрите, если past simple, ничего нам не говорит о настоящем, да? Но в этом present perfect нам известно, что он их ищет и находится в процессе. Ладно, давайте приведу такой пример, и вы должны угадать, здесь что нужно использовать? Present perfect или past simple? Давайте скажем, он всегда любил петь. Если нужно только учитывать тот факт, что этого человека сейчас нету, так же? И что мы должны сказать? Он любил петь. He has. Нет, почему? He loved. Его больше нету. He loved, да. He loved singing, да? He always loved singing. Он всегда любил петь. Видите, да, разница?